Итак, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет очередной видосик, короче, но необычный. Необычный тем, что недавно Федя Чу стримил в час ночи, рассказывал подробно про свои идеи и что он хочет сделать. И я из этого сделал нарезку самого интересного, и как бы покажу это вам, чтобы вы знали, потому что многие не знают о том, что в свободной группе был стрим, но вы можете его также найти на группе свободной и посмотреть этот стрим. Но я вырезал всё самое важное, и вы это всё посмотрите. Желаю вам приятного просмотра, ставьте лайки, спасибо вам за вашу поддержку в предыдущем видео, просто реально красавчики, погнали. Мною была предложена идея задействовать, короче, только Южно-Ибатрево. Почему? Потому что, ну, например, когда был домик в деревне, который многие хвалят, просят вернуть, вот самый сок был в том, что все игроки находились в одной локации и постоянно взаимодействовали, ну, с друг дружкой. И не было такого, что где-то там в разных точках карты, вот. Во-вторых, ну, многие говорят, наверное, скажут то, что вот лагает там будет и так далее. Я говорю, основная всё-таки будет точка, это Южный. В Южном, то есть, будут все работы, фракции и так далее. Почему? Это круто, тоже понятно, потому что там будет, ну, прям живо будет всё. Южный всё-таки побольше, чем Батарево, во-первых. Во-вторых, он не лагучий, он не крашит, то есть никаких, по сути, проблем там не должно быть. Арзамас, я считаю, ну, он слишком большой и неинтересный. Там народ не тусит, делать там нечего. Так что, опять же, говорю, просто реально, опять же, живее так будет. Ржевск тоже убрать, и он тоже, по сути, бессмысленным оказался, к сожалению. Ну, красивый, конечно, говорят, но всё же. Вторая идея заключалась в том, чтобы убрать ФСБ, мафии и по одной больнице, и радиостанции. Почему? Давайте начнём с маленького, начнём с МПТРК. Там финт всегда маленький, лидеры на это жалуются. И вообще, очень часто главный админ встречается с такой проблемой, то, что очень сложно выбрать лидера. То, что очень много плохих заявок, и из худших выбирают лучшего. Из-за этого, ну, вы же страдаете. Типа, вам по кайфу будет какому-нибудь чуваку необразованному подчиняться? Мне кажется, нет. Далее. Мафия и ФСБ. Во-первых, самый главный аргумент по поводу мафии и ФСБ, то, что, к сожалению, это шаблонная какая-то тема, как и на других проектах, то, что у них нет функционала. То есть, у них функционал такой же, вот у ФСБ, как у полиции, у мафии, как у ПГ. Типа, какие-то есть у них дополнительные приколюхи, но они вообще ничего не стоят. Серьёзно, я так считаю. То есть, вот для САМП я вообще офигительные идеи придумал. То есть, ФБР это просто такая романтика должна быть, но САМП это позже. К чему вообще я предлагаю заниматься сейчас Амейзингом? Я занимался САМПом, писал идеи для САМПа. Я сейчас, ну, предлагаю Амейзинг сделать, ну, прикольным. Типа, вот, когда был домик в деревне, тогда был я. После глобальной обновы, ну, я пропал, вы это помните. И дальше уже не мои идеи шли. То есть, какие-то интересные идеи. Вот каникулы в деревне, да, и домик в деревне. Это реально уникальная, удивительная идея. Потому что на каждом сервере, чтобы было дофигища народу. То есть, в каждой организации. Потому что, хорошо, да нет, ФСБ на 0.1, 20 человек, окей. Но, хорошо, другие сервера. Даже нет, нет, не включая другие сервера. Все равно функционал там примерно такой же, как и у полиции. Почему этим же 20-ти челочком не пойти в ДПС или ППС, которые нуждаются в людях? Так что это, это, это я считаю, что все-таки не аргумент. Далее, ребят, следующая идея, это написано у меня третий пункт. Урезка бизнесов и домов. Что это и почему? Я реально заметил такую большую проблему. То, что на сервере, в серверах очень, очень много бизнесов. Многие из них вообще бессмысленные. Никакой конкуренции. Ну, нет, ладно, конкуренция только в центре. Есть куча бизнесов, которые вообще никому не нужны. То есть это бред. Вот, я считаю, что их нужно сделать мало, но чтобы они реально были годными и стоили нормально. А не вот это вот, то, что сейчас происходит. А, и помимо бизнесов, урезать дома. Потому что домов слишком тоже много. И они не имеют никакой цены. То есть, ну, серьезно. То есть, блин, очень много свободных домов. И за них никто не борется, как за бизнесы. Допустим, какие-то лютые. То есть, я считаю, что это тоже очень важно. И нужно, чтобы вот чуваки, которые имели дома, считали себя крутыми парнями. Типа, вот. Далее. Вот. Четвертый пункт заключается в том, что... Вот я написал же в первом, что нужно объединить... Ну, не объединить, а сделать только Батрево и Южный. Про Батрево я сказал так. То, что Батрево... Ну, там, естественно, будет военная база. И следующее, что я хотел туда сделать, чтобы это был курорт. Такой, относительный. То есть, регистрация на мероприятия там. То есть, туда, чтобы ездили люди реально вот прям... Прикиньте, вот реально просто вот мероприятие. И все с Южного просто гонят туда. Это же интересно. Потом следующее. Клубы, казино тоже туда перенести. Тоже для каких-то тусовок. А для того, чтобы клубы и бары были задействованы, вы сами знаете, что их функционал, ну, не интересен и не притягивает людей. У меня появилась идея сделать следующее. Добавить в бары и клубы возможность улучшения... То есть, добавить столик, допустим. Вы добавляете туда столик, на котором люди могут играть в казино. Все. И туда люди будут иногда охотно идти, потому что там дешевле туда попасть. И можно сыграть в казино. Но при этом нужно их, естественно, как-то ограничить. То есть, сделать, например, один столик всего, где там максимум 4 человека. В баре сделать два столика по 2 человека. То есть, тоже какое-то ограничение. Это было бы реалистично. Вот прикиньте, вот серьезно, вы бы зашли на сервер. И вместо того, чтобы, ну, просто катались как в GTA, там, сам с собой, там, никого не видев. Ну, конечно, исключим ботов. Вот реально, как будто ботов убирают, закататься на Андреас. И вот катаетесь, и просто пустой город. Вам это нравится? Я думаю, нет. Типа, прикольнее, когда живые люди с вами вот рядышком находятся постоянно. Гуляют, катаются на машинах. Это же класс. Верните, в домик в деревне. Я говорю, это будет наподобие. Домик в деревне хорош был не только тем, что это просто в деревне было, а потому что все это было в одном городе. И то, что вернуть его сейчас невозможно, потому что там, естественно, будут большие лаги, краши и так далее. А в Южном, город большой, люди знают, куда, где распределиться. Те, кто хочет тусить, они будут, естественно, ехать в Южный, ну, и в Батарево, и там проводить различные тусовочки. На моей странице есть опрос. Вот по нему голосуйте, а в свободной группе заходите в записи сообщества и выбирайте правильный ответ, естественно, и обоснуйте его в комментариях. Даже если вы за, напишите почему и объясните другим игрокам. Если вы против, также напишите. Потому что если какие-то вопросы, там, какие-то проблемы, я говорю, это все исправимо. То есть, если вы боитесь потерять свои звания в ФСБ, то в чем проблема нам взять и пойти к вам на встречу, и перевести вас в другую организацию. По поводу домов. Их можно не забирать у игроков, да, а перенести в другое место. Да, там, или имеется в виду вот все места, которые не стоит задействовать. Вот, перенести в южный, там, или вернуть деньги, может даже вдвойне. Типа, так что вообще забейте на это. Вот. И то же самое касательно бизнесов. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok